всем привет с вами юля топинамбур и мне приходят вопросы про мой рацион как вы знаете или еще не знаете я когда-то похудела на 60 килограмм и до сих пор стараюсь удерживать свой вес мой вес начале был 135 килограмм сейчас он составляет 75-74 килограмма и сегодня я вам расскажу о своем питании какие продукты я себе позволяла какие запрещала категорически и какие могла кушать в качестве чек милов прежде чем конкретно сказать какие продукты я употребляла на завтрак обед и ужин я хотела бы обобщить и выделить те продукты которые я в принципе употребляла это были каши в основном они были у меня утром это овсянка гречка королева всех круп это были нежирные сорта рыбы и мясо хотя рыбу я вообще не очень люблю поэтому я ела курогрудку иногда конечно когда не было денег приходилось покупать куриные какие-нибудь бедрышки голени обтирать шкурку варить и прекрасно кушать прям знаете топтала как дети в школу пошли то были фрукты в основном кисло-сладкие бананы и очень редко ела но все равно я себе позволяла такой вид углевода это были овощи много овощей и замороженных и свежих любых зелень клетчатка яйца вареные на кисломолочные продукты я употребляла своем рационе потому что я не представляю жизни без них я люблю и молочные кисломолочные продукты ну конечно же молоко я пила очень редко в основном это был 1 процент на кефир в основном это было это были творожные изделия вот творог от 0,5 процента жирности до 5 процентов жирности нельзя на правильном питании на похудении своего рациона исключать полезные жиры потому что полезные жиры это основа женского здоровья менструального цикла гормонального вашего настроя настроя ваших гормонов это здоровье кожи это здоровье волос ногтей и если вы исключите полностью все полезные жиры из вашего рациона у вас волосы начнут выпадать зубы начнут сыпаться и вы вообще не будете понимать господи нафиг мне эта диета нужна нафиг мне это правильное питание она калечит она не лечит не помогает только вся беззубая страшная крокодила тут сижу с вами у меня тоже был такой печальный опыт я ела сначала обезжиренное все просто обезжиренное 0 процентные как же сильно я в этом заблуждалась ну как говорится ломать не строить хочется все и сразу а все надо делать поступательно не спешите худеть я вас очень сильно прошу делайте это постепенно чтобы вес ваш уходил без вреда для вашего здоровья без вреда для вашей гормональной системы для вашей психики и вас просто умоляю не ешьте обезжиренные продукты и также посоветуйтесь в первую очередь с врачом желательно с эндокринологом знаете какие гормоны там он вам скажет полностью проконсультируйтесь с питанием подходит вам такое не подходит может у вас там какое-нибудь заболевание щитовидной железой из-за чего у вас вес растет в общем нужно определить характер того откуда пошло ваше ожирение булимии и только потом начинать так сказать в бой со всеми снаряжениями я даже позволяла себе сыр сыр обязательно я себе позволяла я солила пищу потому что существует такое мнение что нужно есть поменьше кисломолочных продуктов и поменьше соли так как от них задерживается вода в организме всевозможные десерты я делала из кисломолочных продуктов состав которых входил обязательно желатин у меня проблема со спиной или желатин это вообще просто кладезь полезных веществ для моей спины для моего позвоночника и очень вкусные есть и не калорийные десерты и даже по моему рецепт есть у меня на канале когда я брала просто обычный кефир разминала любую ягоду добавляла заменитель сахара подсластитель любой который вам нравится ксилид сорбит или какие там они еще бывают стевия и заливала все это дело кефир малина подсластитель и добавляла желатин какая полезная вкусная освежающая особенно летом жаркую пару охлаждающая вкуснятина низкокалорийная и полезная вот возьмите себе на заметочку если вдруг вам захочется сладенького одной руки наверное не получится но на десяти пальцев точно получится что же я употребляла это каши крупы макароны из твердых сортов пшеницы это очень редко хлебцы за счет уменьшения углеводов каких-то то есть я могла утром поесть хлебцов с чаем но тогда я уже не буду есть каши сложные углеводы за счет уменьшения вы поняли фрукты овощи конечно же фрукты не такие знаете вот бананы там всякие разные но бывали и бананы только нужно знать меру в меру ела сухофрукты в меру были какие-то орехи потому что это тоже полезно но они же калорийные вы не забывайте обязательно во все каши салаты в творог я добавляла семена льна семена чья потому что это просто бешеная доза клетчатки бешеная доза омега-3 если вы не можете позволить себе есть красную рыбу каждый день и у вас нет денег на рыбий жир то пожалуйста покупайте семена чья посмотрите в интернете проконсультируйтесь с врачом и вы поймете насколько это богатые продукты всякими аминокислотами омега-3 витаминами клетчаткой просто просто вот на убой но опять же семена чья и семена льна нужно принимать если у вас нет каких-то там серьезных проблем с кишечником в общем всегда консультируйтесь с врачом потом что я ела нежирные сорта мясо рыбы не обезжиренные до пяти процентов мал кисломолочные продукты чай и кофе кофе я пила иногда если мне очень сильно хотелось сладкого то я позволяла себе капучино кофе с молоком с пенкой потому что для меня это был как десерт калорий в принципе там 55 где-то будет на эту чашку килокалорий а в обычном американо или эспрессо 0 калорий это уже давно всем известно растительное и сливочное масло я употребляла в ограниченном количестве очень редко я употребляла сметану очень прям редко ела овощные супчики иногда супчики на втором бульоне из куриной грудки потому что все таки иногда хотелось вот этой гадости химозной а так в принципе я ем супы без бульона но иногда хочется вот в общем здесь нет ничего сложного на утро у меня всегда были сложные углеводы в обед у меня были белки плюс клетчатка плюс овощи и иногда я себе позволяла конечно сложных углеводов хотелось на обед мне гречечки поесть или в супе и где-нибудь там половить но на ужин обязательно это были тоже белки с клетчаткой в 11 часов вечера я обязательно пила стакан кефира так как у меня была проблема с желчным пузырем и чтобы не было застоев не было камней уже в желчных протоках я обязательно на ночь выпиваю стакан нежирного однопроцентного кефира уже прошло где-то наверное полтора-два года с тех пор как я стараюсь удержать свой вес и я хочу сказать что я сейчас питаюсь без фанатизма несмотря на то что у меня нет желчного пузыря я могу поесть борща я могу съесть иногда жареную котлету я могу съесть иногда шоколад я могу иногда съесть мороженое я могу съесть иногда даже те же самые чипсы но что я хочу сказать я от этого не поправлюсь возможно могут быть отеки возможно плюс два килограмма какие-то придут от которых я очень так сказать стремительно буду избавляться но главное не выходить за свой колораж вот эту вкусняшку которую вы хотите иногда себе позволить позволяйте чтобы не было у вас стрессов чтобы не было у вас нервных и психических расстройств чтобы у вас не было перееданий чтобы у вас не было такого что вы сидите полгода на какой-то диете а потом вы сорветесь на едите это все нажрете извините за выражение и потом у вас такие будут оттеки плюсы килограммы что вы вообще пожалеете обо всем ваше здоровье какой-то стресс поэтому сделайте себе какой-то день в неделе для которого вы будете выделять вкусняшку и все у вас будет хорошо с вами была юлия тэпинамбур всем пока пока